Ветхое жилье, дорожные пробки, необходимость строительства новой школы, давние проблемы больших везем. На встрече с Одинцовскими депутатами-единоросами жители делились всем, что наболело. Закрытие некоторых маршрутов общественного транспорта и нехватка врачей – одни из самых острых вопросов. Здесь всегда исторически был кабинет врача и терапевта, и педиатра. И помещение есть, которое находится в безвозмездном пользовании у Министерства здравоохранения. Это муниципальное помещение. Помещение есть? Да, но нет людей, которые могли бы занять эти вакансии. Здесь вот именно такая ситуация. И разместить готовые помещения есть, и условия есть, нет непосредственно специалистов. Эта проблема характерна для многих малых и средних территорий округа. Для решения необходим комплексный подход. Требует решения и вопрос постройки новой котельной. Нынешней зимой одна из крупных организаций «Везем из-за частых поломок» оказалась в критической ситуации. Котельная, которая там существует, они четвертые будут построить. Котельная старая находится в критичном состоянии. В этот подготовительный сезон у нас было подряд две середины аварии. И по тройке дней, когда мы переходили на окнах, а на другой. Вопрос, кстати, постановления и помощи этого дома был достаточно эпидичный. Вице-президент областной торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов, исходя из личного опыта, в предпринимательской сфере отметил, что подобные вопросы представители бизнеса решают, как правило, самостоятельно. Но бывает и исключение, когда требуется поддержка. Поделиться опытом, организовать процесс, направить, подсказать. Это главное в любом деле, считает Игорь Шаповалов. Все вопросы, озвученные на встрече, взяты на карандаш. В целом, как везде, стандартно. Благоустройство, строительство, реконструкция. Это прям база. И конкретно в этих вопросах, слава богу, у меня есть огромный опыт. И мне хочется приложить его по максимуму, мои теоретические знания в том числе, для того, чтобы проблемы наших территорий были решены, гарантированно и, самое главное, качественно. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.